всем привет с вами артур и женя и сегодня у нас на обзоре тора видимо бургер но нет кебаб вот такая вот штука три напитка три общий счет 361 лей и как всегда что нужно сделать это посмотреть на внешний вид и сравнить граммовочку правильно но перед этим обязательно вот здесь подсказка переходить по подсказке на наше новое шоу посмотреть наши люди где мы это раз это раз там же есть шоу не звезде это два и там же есть третье шоу чё кого новости короткой строкой после того как посмотрите это видео переходите туда смотрите подписывайтесь на канал там будет очень много нового это мои очень хорошие друзья по комплектации почему-то я не наблюдаю здесь вообще салфеток она открою этот пакетик посмотреть ну какой-то там доставка как-то очень прикольно сделано на самом деле я хочу сказать что вот оформлено это все круто так салфетки у нас есть это хорошо дальше смотри как у нас завернуто все красиво боже мой это как помнишь когда в детстве такие подарки новогодние придают упаковочках первое что у нас здесь записаны написано таро таро классику весит 496 а все у нас должны весить по 459 цена таро 79 лет не знаю почему такой дорогой нужно будет попробовать и так дальше говорить с говядиной 49 49 лет 400 500 грамм из четырех их 450 заявленных вот так надо следующий с курицей куйчик до 45 леев весит 479 479 чуть чуть меньше чем остальные дальше это у нас буррито 450 должно быть 277 цена цена 55 здесь вот непонятно либо на сайте неправильно либо не так не довезли считай половина буррито так мы его откроем может и вот надкусил следующий с рваной свининой сама увесистый 450 должен весить весь стоит он 49 лет 535 и крайне это у нас хот-дог френчик до 180 граммов он должен весить у меня 159 на весах и цена 30 лет если ты что же довез с маленького большого ты хочешь в разрез ну конечно давай ходом очень много долгое время писали когда вы откроете кебабную когда вы откроете кебабную вот только сейчас мы будем пробовать ем до качество а что с колбаской случилось это какая-то она совсем прям как будто после бассейна знаешь подсохла маленько и обратно засунуть по себе паре сильнейший здесь соус внутри да хороший соус это скорее всего горчичка то есть здесь не наблюдается никакого кетчупа сразу говорю что не совсем сосиска это колбаска колбаска типа охотничьи да но она куча чем охотничьи кстати но это намного вкуснее чем вообще сосиска ну ногу я люблю вот молочный вкус сосисок но мне нравится соус сочетание ты знаешь неплохое да пока спорно давайте так следующий давай по классике пуйку куриный вот так вот сейчас руби очень неплохо выглядит кстати есть хороший лаваш не резина сказать честно мы пока готовились то есть привезли пока мы готовились пока мы собрались пока мы прошло 10 минут минут 10 до прошло и очень хорошо выглядит на самом деле то есть внешний вид неплохо ну вот вы видите что там достаточно большое количество капусту но может быть в плюс это не капуста это картошка картошка вместе с капустой просто она почти одного цвета так курочка попробуем очень сочная курица приправленная сразу начну с минусов который сразу мне вбился в голову по вкусовым очень много картошки очень много для меня что касается капусты и либо лука вот это вот смешанная каббала она прикольная я бы даже немножко побольше добавил чтобы учить может быть острее по поводу остроты было бы острее было бы еще лучше но не все любят шаурму совершенно верно просто из-за как большого количества картошки есть еще один нюанс которому я подвожу из-за по моему мнению большого количества картошки слишком сильно впиталось все соус до которых мы сейчас не можем понять его там было много его там было мало или его то было нормально для меня по 10 балльной системе это всем я не соглашусь же не потому что для меня по 10 балльной системе это где-то на девяточку плане того что здесь хорошо приготовленное приправлено курица и условно с правильными специями во вторых все ингредиенты сочетаются здесь единственное что как же не сказал картошка берет немножко на себя потому что ее здесь много очень хорошо что здесь очень мало лаваша он настолько тонкая извините в некоторых местах вы можете купить кебаб либо шаурму и там будет несколько слоев этого лаваша который во первых плохо долго живется во вторых перебивает абсолютно весь вкус я скажу что вот за 45 лей а полностью оправдывает ну может быть а ты мне отрезал верхнюю часть где меньше всего всего давай будем тогда да ну нет 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 все это же от укуса идет извините ну укусил и пошло правильно следующий давай с горячка говяжка моя любимая давай давай с горячный такой же лаваш но здесь почему-то внизу у нас есть такая а здесь тоже было вот такая вот салфеточка держатель и это кстати момент ничего не было это очень круто смотри как много здесь говядины но вот сейчас вы возьмешь себе этот кусочек до нас кашля что три куски говядины это фарш причем грубый фарш грубый фарш до его здесь прям много 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 ну да визуально его при много видно что много вот ты чувствуешь что здесь есть соус да а там его не было мне там казался там соус потому что скорее всего у меня было вот это вот нижняя часть куда соус стек а у тебя получается верхняя сейчас наоборот мы взяли на верхняя у тебя получается нижняя часть но здесь не только и за счет соуса здесь за счет того что мясо сочное очень много вкусов и картошка здесь вот правильном количестве да она здесь вообще не перебивает никак здесь на первом месте мясо потом идут здесь овощи соус свежую зеленюшку даже нам соус и только потом идет картошка и уже в конце в конце смысле вкус небольшой лаваша то есть это стреляем 4 дороже чем курица но по качеству для меня по крайней мере это прям твердая девяточка это очень вкусно потому что говядина имеет свой вкус это большая редкость даже в целом вот в таких вот комплектациях я беру шурма я имею ввиду то что с тестом связано для меня это вкуснее чем с курицей но есть люди которые не любят говядина любят соответственно курицу и он вот именно как говяжий он превосходит куриный но если вот брать цена-качество у меня здесь половиной даже здесь мне не к чему здесь драться так давай немножко освежим рецепторы и попробуем сок какой давай из нашего колора начнем с классики какой классом а то томатный сок сейчас я принесу стакан и надо сказать что здесь брендовая бутылочка кстати вот обратите внимание написано toro drinks вот это прикольно я такое люблю есть своя этикетка вот написано сто процентов натурального сока то бишь сто процентов на тролльжу и самое главное что здесь написано о том что все ингредиенты молдавские то есть натур продукт и все наше ой какой запах у нее я же здесь чувствую 10 идеально просто идеально освежает не кислит не горчит и насыщенный запахом помодора свинюшка рваная как моя душа свинья вот здесь вот немножко он промок но это скорее всего из-за того что свинина она же готовится долго-долго-долго она рваная но здесь еще ингредиентов ого-го-го-го но это не капуста цветная это картошка и мясо но здесь как-то мясо не знаю но наверное все у тебя нет нет у тебя тоже есть смотри это рваная свинина на это рваная свинина в плане того что если брать с говядиной то там как бы мясо было в достатке здесь больше ингредиентов овощей здесь для меня много овощей мне хотелось быть здесь чуть больше мяса потому что первый укус у меня был вот с одной стороны там было просто картошка с капустой второй укус я уже захватил получается мясо то есть может быть если мясо распределить по-другому чтобы она тоже мы соответственно разошлось тогда было бы интересно потому что в купе все ингредиенты создают интересный вкус но просто он разбросан с одной стороны мясо с другой стороны картошка не с третьей стороны капуста и как вот так но это неплохо мое мнение по этому делу я же стараюсь максимально быть это необычно для меня на сегодняшний день вот я попробовал я здесь с тобой не соглашусь все таки что здесь все сбалансировано я щас не беру картошку на мужик для меня картошка всегда это много данных я в целом считаю что картошки не должно надо и ты всегда ешь как бы шаурму без картошки но если отсюда убрать картошку и оставить столько листья капусты и вот этот красный лук соус который туда добавляется и сама рваная свинина с приправами она очень обогащена и оригинальный вкус у свинина отличный вкус количество вода раз вот согласен из-за количества свинины но опять же может быть они еще как говорится не приручились свинину не приручили свинину правильные пропорции то есть не умеет правильно раскладывать может быть у меня его очень много у тебя есть совсем чуть-чуть на вот то есть получилось что так но в целом артур больше прав потому что кебаб это равномерное все время одинаково вкусная масса которую ты кусаешь и тебе все время вкусно ну вот и да здесь я пожалуйста будет соглашусь что может быть либо а неравномерно либо б мало действительно самой главной начинки но по вкусовым качеством блин ну 9 почему не 10 потому что картошка вот и все для меня для меня здесь 8 то есть это немножко хуже чем то что мы пробовали до сих пор то есть курица и соответственно говядину буррито буррито бурить киос то такое ассорт тебе так распитела тело фасоль капуста ганская тема наша нет это не веганская тема есть говядину а кстати чувствуется что кебабчик сверху лаваш их другой надо мокрый лаваш я скажу честно да я еще не слышал мнение артура для меня это очень вкусная штука потому что она а остренькая б нежненькая с другой стороны c я люблю сочетание фасоли и мясо хотя многие говорят что это не сочетается но это правда сочетание я обожаю мексиканскую кухню я думаю что не совсем классика мексиканской кухни конечно все таки это больше на наш молодовский лад но та остринка которая здесь присутствует она меня покорила тот лаваш который здесь есть он очень интересен вот по поводу цены качества да я посмотрю 55 55 леев за подчеркиваем двести семь может быть так дорого может быть это дорого но это вкусно я ставлю этому блюду 10 я соглашусь же не по поводу сочетания ингредиентов здесь вообще никаких нареканий нет здесь хорошее количество мяса здесь отличное количество остринки причем остринка она не супер жгучая у джигана спокойненько легенько где-то на 45 вот так вот но как же не заметил о том что стоит это 55 я скажу что это не стоит 50 потому что я бы наверно взял кебаб с говядиной за 49 и попросил бы их туда засунуть немножко остринки и это бы мне вышло наверно те же деньги но погроможу больше потому что ну за 270 грамм 55 лей этот over price можно я кстати посоветую может быть типа наш совет как мы всегда любим добавлять что-то поскольку это стоит 55 и весит 240 граммов до 270 270 граммов но я бы сюда добавил бы какого-то сливочного соуса возможно на сметане возможно там и на это отдельно для того чтобы макать и это же верно и это бы еще сильнее улучшило вкус я никакого гуакамоле ну типа не надо этого всего потому что это быстрое питание гуакамоле и так далее это все конечно извращение извини за выражение сметаны просто макнуть в холодную сметану этого подостренного дела она приобретет намного круче вкус и она даст больше качества чтобы люди не обращали внимание на цена цена качества да то есть но в целом да у нас здесь разница но для меня пока это топ для того чтобы сбить остринку давай нам еще один сок на сей раз это яблочко она даже с мякотью типа сосадочка apple apple juice apple juice она у них даже здесь вот это вот штука есть выбито так я же я тут у меня просто не было и наверно ходил за этим на сказать что вкус детства это когда помнишь банки мама нет вкус детства это помнишь в треугольных пакетиках какой запах треугольные пакетики они были фольгированные такие и вот туда выставляешь трубочку вот это вот вкус детства либо просто отрываешь этот уголок вот так вот это вкус детства бой пахнет яблоками огород не каждый не каждый сок пахнет фруктом на самом деле ну друзья да это сколько стоит 18 18 леев вот это это очень круто это круто и напоследок самый дорогой соответственно фирменный таро таро 79 леев по чему надо разобраться я не знаю наверно телятина помидоры корнишоны бекон красный лук соус тора вяленые помидоры луковое варенье и сыр door blue вот не обычно это очень необычно первое что я могу сказать здесь скорее всего такой же соус как был в самом первом нашем хот-доги может быть потому что очень похожи второе что я скажу я не нельзя ни с чем ни с чем сравнивать потому что это оригинальный вкус по мясу очень интересно вот прям очень интересно соус сами ингредиенты и сочетание это играет очень красиво играть то есть если мы берем куриный мы знаем о том что там курица о том что там определенные стандартные ингредиенты ok говяжий там уже у нас больше зависит все от мяса соответственно рваная свинина свой своя фишка а здесь но неповторимый то есть в плане того что он сколько стоит 79 и он стоит 79 на самом деле он стоит 79 лей и он найдет своих обожателей поклонников то есть люди будут приходить кушать именно этот потому что я ничего такого до сих пор не ел ни к чему просто вот задавать какие-либо вопросы вообще ничего не я вот присоединюсь к твоим словам все то же самое участвует как я не повторялся вот тоже со вот так вот у меня также вот тут и хотел бы вернуться сейчас к пет поскольку это уже крайне который мы сегодня съели да я хочу вернуться к первому с курицей каждый последующий после курицы был сочный он первый был не сочный потому что там была проблема соуса но у него с количеством картошки до попробую в крайне тору который стоит дороже всех я усил оригинальность вкуса я понял ее я хочу сказать что есть оригинальный вкус вкусового тору вот этой вот всей большой структуры тора и свой оригинальный вкус вот он этот помнишь когда в энди спицы ну не в качестве рекламе наши знаменитой но когда дроссик можно говорить помнишь как мы когда-то вот когда только это все началось они придумали этот соус за который никто никогда не мог так для собрать а нет нет для карту для картошки фри там был соус который просто ни у кого не получался на кого и все пытались давайте будем честными все пытались его повторить и в заведениях и дома на кухне да я знаю что там кетчуп нет но майонеза так тогда но никто не мог повторить вот у тора появился свой оригинальный вкус сейчас я буду оправдывать свою политику которая всегда говорю я не плачу цена-качество что если это вкусно то это бесценно если это оригинальное то это не стоит 79 лет этот может стоить даже дороже вы все равно можете за это заплатить то что это вкусно и с другой стороны почему 79 леев артур зачитал какие ингредиенты там есть это вкусно ребята 79 9 леев за такой оригинальный ноу стресс сейчас я скажу что вот этот окей подводим итоги как говорится стаканчик виноградного сока на конце трапезы самое то вот он вот он сок его здесь вот этих вот треугольных штук время подводить итоги же не что для тебя сегодня не оправдало ожиданий ну я повторюсь что не продал для меня ожидания даже не свинины которые в принципе не воспринимаю даже не количество картошки которые есть каждом кебабе не оправдало ожидания для меня первая курица которая была для меня никакая я не хочу брать такой кебаб он невкусный для меня всего лишь как я и сказал самом начале когда мы пробовали у меня на этот кебаб был сочный скорее всего как я сказал просто сок протек на мою часть но также сами курицу судя по всему эту часть протекла до соглашусь же не в плане того что количество картошки именно в курином для нас было перебор большим потому что именно в курином картошка чувствовалось намного больше чем в остальных кебабах и второе что я бы еще сегодня заметил это бурита бурита в плане того что вот цена-качество для меня вот здесь не состыковка и все по вкусовым никаких вопросов нет но вот цена-качество за 270 грамм 50 петлей это как-то очень много нет они разные бурита с говядиной и кебаб с говядиной они разные но понятно что они разные и ты не сможешь их повторить чтобы по цене тебе было спокойнее ну окей это я просто высказываю свое мнение окей нормально вот топ топ поехали мой топ я не буду сегодня оригинальным для меня топ это до тора тора это круто это очень круто это стабильно это вкусно это мясно это говядина мы просто великое лучшее мясо на свете говядина вот и это сбалансированный вкус вот этими всеми добавками оригинальности вашего тора со сбриза это не соус это тора комплектация а у меня сегодня три топа до на первом месте это соки ну да ну да не берем извините я вернусь я сейчас буду двухличной сволочью буду переобуваться каждая баночка сока которая вливалась вот сюда было вот такой да но так как у нас сегодня не про соки а пройдут то есть соки вообще отличные это вот бывают такие моменты когда ты приходишь какое-то заведение ты просишь сок который они типа делают сами но там прям ну не то а здесь вот именно вкус детства по крайней мере два из трех это вкус детства 3 томатные это просто хорошо но это просто просто домашний там да просто я в детстве не пил томатный сок и я к нему пришел немножко позже как там многие к оливкам я не приду к лифте другая дорога окей а на первом месте из кебабчиков у меня сегодня тора и биф и там и там интересно и там и там вкусно и там и там есть своя фишка по крайней мере биф для меня оказался сегодня самым сочным сам может быть за счет соуса и за счет сочности самого фарша мясо приготовленного и соответственно по ингредиентам тора сегодня просто топов за топ из того что мы пробовали сегодня здесь но даже я тебе могу сказать из-за тех обзоров что мы делали с игорем как бы шаурма по городу за шаурмой вот куриный потому что мы там только куриные пуши вот куриные здесь смог бы соревноваться с некоторыми из лучших но я ел и лучше прижегнули красным вы все видели сами внешний вид громовку вкусовые качества оценил жения верить нам или не верить это ваше личное дело обязательно поставьте лайк под этим видео или дизлайк если вам не понравилось то что мы говорили подпишитесь на канал для того чтобы смотреть все новые обзоры а их будет еще больше даже несмотря на то что до моего дня рождения вы не набрали 2000 подписчиков в этом году я остался без подарков south как вам не стыдно боже ну что же вы не могли что ли вот это вот так хватит выпрашивать всем пока пока